В первую очередь хочу поблагодарить организаторов за конференцию «Оптогенетика и оптофармакология», а также за предоставленную возможность выступить с устным докладом. Тема работы — это система биологической обратной связи для подавления эпилептической активности в оптогенетическом эксперименте. Вообще система биологической обратной связи в электрофизиологии активно применяется. Это метод динамической фиксации тока с начала 90-х годов. Последняя работа, которую мы выполнили с применением такого метода, кратко расскажу, чтобы понять суть, — это исследование влияния на электрофизиологические характеристики нейрона дополнительного слабо инактивирующего натриевого тока. Чтобы провести такого рода эксперимент, внутриклеточная запись мембранного потенциала, но ее нужно дополнить таким элементом. Мы вооружаемся известным аппроксимацией типа Ходжкина-Хаксли, нужного нам тока, в данном случае это слабо инактивирующийся натриевый ток. И на каждом шаге по времени, обычно это 30 микросекунд, рассчитываем по текущему значению мембранного потенциала ток в клетку. И, соответственно, в итоге затем мы можем анализировать действия дополнительного тока. То есть, что бы я хотела отметить, что в электрофизиологии система обратной связи имеет в первую очередь значение в фундаментальных работах. Однако, его можно применить, эту систему, также и в прикладном аспекте. И сегодня я остановлюсь на такой проблеме, как эпилепсия. В двух словах, это широко распространенное заболевание, при котором периодически возникают судороги. К сожалению, 30% случаев не поддаются медикаментозному лечению. И чтобы понять механизмы, а также способы, как мы можем воздействовать для подавления эпилептической активности, широко используются животные модели эпилепсии, которые довольно хорошо имитируют эпилептическую активность. В данном случае я привела пример. Это 4-аминоперидиновая модель в срезах. 4-аминоперидин является конвульсантом. По типу действия он блокирует калий-атоки, тем самым приводит к возникновению в ткани эпилептической эпилептоподобной активности. Вот одну из записей, которую я недавно получила, привожу. Это в течение 10 минут в срезе гиппокампа и энторинальной коры возникают вот такие пачки-пачек. То есть, когда порядка 30 секунд вот такая пачка-пачек, этой соответствует обычно, рассматривается как гектальный разряд. И вот на животных моделях есть работы, которые свидетельствуют о том, что одним из способов альтернативных медикаментозному может быть низкочастотная электрическая стимуляция. Вот, к примеру, видно по LFP-сигналу. Если сравнивать контроль и в течение низкочастотной стимуляции, то активность эпилептическая намного ниже. Удивительно, но аналогичный результат получается и в случае применения обратной связи. Это уже в этой работе. Если сравнить длительность в контроле и при низкочастотной стимуляции, включаемой в момент детекции эпилептического события, то наблюдается также уменьшение и подавление. К сожалению, у низкочастотной электрической стимуляции есть свои проблемы. И в первую очередь это то, что мы до сих пор не знаем механизм, его воздействия. Также проблема в том, что это метод инвазивный, то есть нам необходимо вживлять электроды. А также проблема в том, что возникают иногда побочные эффекты. Это и ухудшение памяти, и нежелательные эмоциональные реакции, и нейроэндокринные расстройства. И вот в последнем случае, как минимум, вероятно, проблема кроется в том, что электрическая стимуляция оказывает неспецифическое воздействие на ткань. Чтобы как-то побороться с этой проблемой, нам как раз может пригодиться оптогенетика, за счет того, что при фотостимуляции мы можем управлять специфической группой нейронов, а также оказывать либо возбуждающее, либо тормозное действие. Для этого нам, соответственно, нужно экспрессировать либо канал родопсины, либо помпы в нейронах. Для демонстрации разницы между электрической стимуляцией и фотостимуляцией я нарисовала такую схемку, то есть электрическая стимуляция воздействует на пирамидные нейроны, различные типы интернейронов, проходящие мимо волокна, тогда как фотостимуляцией мы можем обеспечить воздействие, к примеру, на один тип интернейронов. И, соответственно, для минимизации воздействия на ткань такая задача стоит — реализовать систему обратной связи в оптогенетическом эксперименте. В этом случае мы сможем сузить до минимума воздействия, а также оказывать воздействие только специфичное. Для достижения цели мы решали следующие задачи. Необходимо было разработать детектор эпилептической активности, написать программу, которая реализует мониторинг, детекцию и затем включение стимуляции, реализовать выход на электрический стимулятор и траверсветодиода, протестировать работу сначала в режиме электрической стимуляции на срезах мозга, и также затем в режиме воздействия светом на первичную культуру клеток гиппокампа. По первой задаче. Как я уже сказала, мы остановились на 4-миноперидиновой модели. Верхний график я уже приводила. Что важно отметить? Обычно выделяют интерактальную активность, это короткая пачка популяционной активности, и иктальные, которые представляют собой пачку пачек. Вот здесь я привела запись внутриклеточного мембранного потенциала одного репрезентативного нейрона в глубоких слоях фонтаринальной коры. Потому что, во-первых, именно в этой области локализован в данной модели эпилепсии источник иктальной активности. Еще что важно здесь для нас, это то, что в данной модели отсутствуют спонтанные спайки. И если у нейрона генерируются потенциалы действия, это напрямую отражает популяционную синхронизованную активность, то есть эпилептическую. Отсюда вывод, что для того, чтобы детектировать иктальный разряд начала этого события, нам достаточно детектировать первый спайк у репрезентативного нейрона. Для детекции спайка мы выбрали стандартный критерий, когда прирост мембранного потенциала превышает значение 10 мВт в миллисекунду. Соответственно, такой способ детекции мы реализовали в нашей системе. Написали программу, которая отслеживает изменение мембранного потенциала и как только прирост превышает вот это значение в 10 мВт в миллисекунду, система переходит из режима мониторинга в режим стимуляции. Следующий этап — это организовать выход на электрический стимулятор, и который, в свою очередь, имеет вход на биполярный электриот, который мы устанавливали в зоне коллатерали шафера. Другой способ — это выход на драйвер светодиода и, соответственно, для реализации фотостимуляций. По первому тестированию в случае электрической стимуляции на 4 аминоперидиновой модели в срезах при задачи такая мы детектируем интерактальное событие и без задержки с частотой 1 Гц подаем 10 импульсов длительностью 0,1 миллисекунды. Система успешно запустилась. Подавление эпилептической активности мы пока не анализировали. Просто констатируем факт, что система обратной связи работает. И далее в случае оптогенетического эксперимента. Вот эту часть работы выполнял Александр Ерофеев в политехе на первичной культуре клеток гиппокампа путем трансфекции плазмиды с геном канала родопсина. Была получена культура, и поскольку там экспрессированы канал родопсины, то нейрон в ответ на стимуляцию синим цветом должен деполяризовываться и в какой-то момент давать спайк. Мы поставили простую задачку. Детектируем первый спайк и заставляем нейрон сгенерировать второй спайк, получается уже вызванный. Ну и, соответственно, в контроле возник спонтанный спайк одиночный. В случае со светом после спонтанно возникшего спайка возникает вторичный, который уже вызван световой стимуляцией. Перспективы. Мы планируем данную систему обратной связи применить все-таки для подавления эпилептической активности на срезах. И для этого мы бы хотели воздействовать на паравальбуминовые интернейроны, в которых будут экспрессированы архирадапсины. По нашим предположениям, поскольку иктальные разряды начинаются именно с мощной синхронизации интернейронов, это может оказать, соответственно, антиэпилептическое воздействие. Заключение. Была реализована обратная связь с нейронами и сетью нейронов при электрической и оптогенетической стимуляции. На данном этапе система протестирована на срезах интернальной коры гиппокампа с электрической стимуляцией и на первичной гиппокампальной культуре клеток, экспрессирующих канал арадапсина. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопрос, пожалуйста. Пока народ думает, хотелось спросить такую вещь. Во-первых, зачем Вы отстраиваете эту систему на внутриклеточной записи, если, наверное, если пытаться представлять себе какое-то возможное клиническое применение, то там будет наверняка экстра-клеточная запись активности. Я согласна, да. То есть даже уже есть работы, в которых используется либо LFP, мониторинг LFP-сигналы, либо ЭЭГ. В данном случае я просто по другой задаче пока работаю с внутриклеточным сигналом, и мы решили остановиться на этой задаче. Но, в принципе, детектор можно придумать и для другого сигнала, неклеточного. И второй вопрос, что вот то, как Вы показали, похоже, что система просто детектирует первый потенциал действия и в ответ на него запускается. То есть она не детектирует вот эту эктальную пачку, а просто единичный потенциал действия. Да, но здесь мы основываемся на том факте, что в используемой мною модели спонтанные спайки отсутствуют. То есть если нейрон генерирует спайк, то он обязательно вызван синаптическим входом, и это свидетельствует либо об интерэктальном событии, либо об эктальном. То есть пока эта система заточена только на эту искусственную несколько модель? Я не думаю, что это искусственная модель. Нет, но если переходить к мозгу, то там уже одиночный потенциал действия вряд ли свидетельствует о развитии эпилепсии. Там более сложно, она уже должна как-то отличать именно вот такие вспышки от просто нормальной активности. Ну, скажем так, заточена на работу на срезах, поскольку на срезах спонтанная активность всё-таки отсутствует. Очень интересно, спасибо большое. Я знаю, другие люди использовали галлородопсин для этих целей. А вы хотите... Архиродопсин попробовать. Почему? Ну, мы пока не остановились. Мы тестово, чтобы хоть что-то испробовать в оптогенетическом направлении, пока заказали архиродопсины. Ну, возможно, как бы, один из путей, которого бы мы хотели избежать, галлородопсины, как и габа, соответственно, приводят, могут приводить к деприоризации и, как бы, оказывать, в свою очередь, эпилепта... то есть приводить к эпилепсии. С другой стороны, у архиродопсинов есть своя проблема. Они изменяют PH, что, в свою очередь, также запускает глутаматный... увеличивает глутаматный ход. Ну, и там, и там есть свои проблемы. Мы пока решили остановиться на архиродопсинах. Спасибо. У меня есть один небольшой вопрос по поводу PV-интернейронов. Вы собираетесь именно их... ну, как использовать свои обратные связи? Да? В картикальной PV-интернейроны. Да, картикальных, но энтеринальной коры. В том, что я как-то слышал, что именно PV-интернейроны быстрые, они очень сильно участвуют в формировании гамморитмов мозга, которые важны для высших когнитивных функций. И нарушение этих гамморитмов часто наблюдается в жезофрении, в всяких метаболических заболеваниях. Вы не думаете, что стимуляция этих нейронов может как-то способствовать изменению? Ну, ясно. Но я думаю, что до клинического применения, вот того, что мы сейчас тут пытаемся исследовать, еще далеко. Вот, так что... То есть это... Еще вопрос? Спасибо. Вы не фиксируетесь на физиологической стороне. А совершенно зря. Потому что если вы будете использовать ритмическую стимуляцию 1 Гц, вы получите не сразу, но со временем усиление эпилептического припада. Припадка. Он просто перейдет в другой режим. Это с 99% гарантией. Я работал с эпилепсией с 80-х годов, поверьте мне. Но есть совершенно другой феномен, физиологический, хорошо показанный. Что если нейрон впадает вот такой ритмический... Это, кстати, можно сделать уменьшением концентрации кальция, не только аминоперидином, или пентаметилен, тетрозол и так далее. Впадает такую вот какую-то эпилептоидную активность, то если подать на него... Ну, в наших экспериментах это было сделано с помощью... Через компьютер мы подавали фактически синаптический белый шум. Он беспорядочный, но синаптический. То эпилептоидная активность мгновенно разрушалась и надолго. Вот это более, мне кажется, физиологически. Просто я вам хочу посоветовать использовать неритмические режимы стимуляции. Спасибо. На самом деле, не пирамидальные клетки. Нужно, конечно, выходить на интернейроны, потому что это вот чрезвычайно важная какая-то вещь, которая вот была. Но, в принципе, вот патология у нас не очень давно... Просто, может быть, обсуждение просто. У нас был как раз недавно приезжал врач из Леона, и они делают операции на больных. И как раз они делают, они вставляют электроды, определяют где-то вот зоны. И в этих зонах, как только начинается первое возбуждение, они дают стимуляцию, и они дают электрической стимуляции довольно мощную. И они ингибируют таким образом эту зону, которая вот есть. И мало того, после имплантации на длительное время, просто эпилептические эпизоды уменьшаются, и через несколько лет, может быть, даже можно выбирать вот эти вот вещи. Это работает таким образом тоже. Но при этом не интернейроны стимулируются, а стимулируются... Скорее всего, там, скорее всего, ГАМК нейроны. Ну, если больше вопросов нет, есть еще. Скажите, пожалуйста, вот, во-первых, вот эти первые потенциалы, которые вы используете как триггеры, они только для Амина Перединова характерны, или вообще для всех, насколько они универсальны? И второе, будете ли вы вот этот свой принцип обратной связи, очень, кстати, красивый, использовать на других моделях не Амина Передина, а каких-нибудь других инвульсантов? И ожидаете ли вы, что вот в этих разных моделях они, может быть, например, по-разному эффективны? Ну, вот как раз наличие спонтанной активности – это та характеристика, которая очень сильно влияет, зависит от типа модели. И вот даже мой коллега Дмитрий Амахин работает с подобной моделью, у которой изменена только чуть-чуть концентрация калия, и у него уже эта система не работает, потому что там есть спонтанная активность. В случае магниевой модели, к сожалению, там обычно самостоятельно эпилептические события не возникают, их нужно еще дополнительной электрической стимуляцией вызывать. Так что я думаю, что пока только на этой модели это возможно. А вообще триггеры на разных моделях какие-то, что-то известно про них могут быть? На разных моделях разные вот такие? Ну вот хорошо используется система на ЭЭГ-сигнале, поскольку это клинически уже применимо. Там используется метод LineLens, не знаю, как перевести. Но смысл такой, что как только увеличивается амплитуда ЭЭГ-сигнала, это свидетельствует о событии. Единственное, что вот этот способ, он, конечно же, более точный. Раньше срабатывает. Спасибо. Спасибо. Ну, видимо, все, мы закончили. Спасибо еще раз. Спасибо.